Однажды, шагая по улице, я увидел девушку, играющую на скрипке. Пройти мимо у меня не получилось. А что это за штука? Домости. А для чего? Чтобы удобнее полететь. Ну, она так просто, видишь, она гладкая. И она не спадает. Я понял. А что это за штука? Я просто впервые вижу вот это все. Вот это, это измеритель влажности. Он сейчас показывает. А, типа, чтобы скрипка не портилась, да? Ну да. Чехолки. Это канифоль. Да? Блин, я как дебил, знаешь, впервые увидел и там спрашиваешь всякую херню. Это типа постоянно надо дирать? Вообще надо. Перед каждой игрой? Да. Капец. Ну, оно степление лучше. Ну, канифоль, отпустили пальцы. Она сама по себе, она такая вот, какой палец, когда у шершавы присунила. Я знаю, когда паяют там канифоль. Ну, это канифоль специальный. Там я подарила еще маленькая подавательница, это канифоль. Ну, они до сих пор не имеют. Ничего. Канифоль подавления. Канифоль. Канифоль. КОНЕЦ 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 Можешь, пожалуйста, рассказать, почему ты играешь на улице? Ну, во-первых, это относительно быстрый способ немножко подзаработать денежек. Знаешь, если бы мне не нравилось этим заниматься, я бы это не делала. Ну, понимаешь, можно заработать разными способами. Люди чем только они занимаются, чтобы деньги зарабатывать. Тем не менее, я играю музыку. Люди, ну, некоторым нравится, некоторым не нравится, но, может, в принципе, нравится. И, ну, меня это устраивает. А присутствует ли у тебя волнение, когда ты играешь? Не, ну, вообще... Вообще присутствует. Иногда. Иногда нет. Я просто, ну, отключаюсь от внешнего мира. Я, как бы, играю для себя. Я, там, стараюсь, там... Потому что иногда смотришь на какое-то безразличное лицо, которое мимо проходит, и сразу все настроение падает. Включаешься полностью от всего, и, вот, играешь, там, стараешься, продумываешь фразы, там, мелодии, там, как-то, ну, такое вообще. А можешь рассказать, как в твоей жизни появилась скрипка? Ну, музыкальную школу отправили. Родители, да? Да. А ты, вот, хотела сама или нет? Ну, честно, я в таком возрасте была, мне даже как-то вообще все равно было. Мне вроде было интересно, но, с другой стороны, я же не знала, что там надо пахать. Чтобы научиться играть на скрипке, сколько нужно лет? В зависимости, какого результата ты хочешь добиться. Ну, музыкальная школа – это самый, вообще, минимальный уровень, это самый низкий уровень. Ну, я не знаю, ну, когда в музыкальную школу походишь, и потом выходишь, нет, ну, не заработаешь, наверное. Ну, уровень слишком маленький. А, то есть ты еще доучивала, да? Да, я пошла в музыкальное училище. Учились в музыкальном училище. Мы начинали вот первые поездки по электричкам. А вот учителя, если вообще против вот такого, да, занятия? Да. Запрещают и потом отчитывают. У нас оркестры были, а там же все скрипачи, все, которые есть вообще в училище. Виолончелисты, контрабасисты. И вот так начинают отчитывать тебя при всем оркестре вообще. И ты стоишь тут, так как я не знаю, что. Стыдно. Хотя, вроде, ну что тут такое? А можешь рассказать самую необычную ситуацию, которая с тобой произошла во время того, как ты играла? Бывают люди вообще подходят, там, начинают с музыки там разговаривать с тобой. И потом все заканчивается тем, что можешь дать недельшек немножко? Вот так даже, да? Да. Серьезно? Да, такое такое бывает. Вот это ты меня сейчас удивила. На гребушек там, допустим. Думаешь, ну блин, ну ладно, нахуй. Идешь. Было такое, что один подошел и говорит, дай мне, пожалуйста, на булочку денег. Я даю ему десятку. Говорит, что ты мне, говорит, дала мне тут на булочку, говорит, не хватит. Я стою на него, думаю, ну вот это бахло. Играет музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Классно! Можешь вспомнить свой первый раз, когда ты вышла поиграть на улицу? О, ну я еще когда училась в Томбове, денежек не было. И мы с моей подружкой, у нее уже был опыт игры на улице. Я раньше не играла на улице, только по электричкам. Мне так было страшно, но мы вместе собрались, быстро какие-то песни выучили на двоих дуэтах. И вышли, и оно пошло. И мне понравилось как-то. Ну, как-то совсем другие ощущения. На свежем воздухе играешь, то туда посмотрел, то сюда. Не то, что в электричке, то вот так вот трясешься. В среднем сколько по времени ты играешь на улице? Ну, часа два, максимум. То есть... Она, ну, бывает, ну, самое большее я играю три часа. Ну, то когда уже, когда мне там надо, допустим, мне там срочный, там надо за что-то заплатить, а мне там денег нет. И я не вижу другого выхода, мне что, нет, ну, нет таких знакомых, чтобы они мне денег заняли. И я, ну, сама иду, зарабатываю. Я как вот увидел, сразу мне захотелось подойти, пообщаться. Ну, что, бывают всякие ситуации. Мне кажется, скрипка вот чем-то цепляет людей, да? Ну, да. Скрипка, это распространенность. Круто было бы, если играешь на саксофоне, допустим. Вот это действительно красиво. Человек вот выходит, играет на саксофоне, ну, классно. А ты умеешь еще на чем-то играть, кроме скрипки? Ну, я умею чуть-чуть на фортепиано играть. Ну, не особо, конечно, классно, но, наверное, и еще меньше умею на гитаре играть. Ну, совсем чуть-чуть. 154. 154? Это за сколько? За 2 часа, да, примерно? Ну, это... Это вообще мало. За 2 часа, да? 154? 144 гривен с мелочью. Ну, мелочью я обычно не считаю, могу почитать. Да ладно, не надо. Для меня это... Ну, то, что я выхожу играть, это не только заработок. Ну, если бы мне... Я же, опять же, я уже, наверное, так говорила. Если бы мне не нравилось делать, я бы не делала. Оно просто, когда играешь, вот выходишь играть, и когда вот все идет классно, вот какой-то азарт тебя подхватывает. Ты хочешь сыграть еще лучше. Ты так стараешься, выкладываешься там вообще. Ну, не просто стоишь, играешь для того, чтобы тебе что-то кинули. Ты хочешь сыграть? 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 Продолжение следует...